Всем привет! Это новости телепроекта Дом-2 на 6 дней раньше эфира. Подпишись на канал, чтобы не пропустить новое видео. Возмущенные участники оказались тем, что Захар Соленко клялся поставить окончательную точку в отношениях с Лерой Фрост, но своего слова так и не сдержал, чем в конечном итоге и заслужил отборный мат свой адрес со стороны Дмитрия Талыбова. Дима стал первым, кто не церемонясь, высказал Захару все, что о нем думает. Судя по анонсу будущего эфира, молодые люди были лишь в шаге от драки. Немало претензий к Соленко и Фрост накопилось и у других участников. Например, Сергей Кучеров напомнил, какой гнилой подругой была в свое время сама Лера, и хотя бы поэтому теперь она не имеет права высказывать кому-то свое недовольство по этому поводу. Кстати, против Валерии и Фрост взбунтовались не только участники Дома-2, но и зрители. В голосовании на вылет Лера уже на втором месте. Михаил Козлов похвастался тем, что стал соведущим на проекте. В ближайшее время мы увидим дебют домовского психолога. На днях стало известно о том, что Марина Африкантова намерена отдохнуть две недели в Дубае без своего возлюбленного. Компанию нашей героини в отпуске составит ее мама Татьяна Владимировна, которая уже приехала в Арабские Эмираты и устроилась в одном из местных отелей. Судя по анонсу эфира на завтра, Роману Капаклы не очень нравится, что Марина приняла решение отдыхать с мамой без его согласия. Девушка пояснила, что в таких вопросах не намерена советоваться с молодым человеком. Однако Капаклы принял все в штыки. Парень отказался слушать оправдания Африкантовой, не давая сказать ей даже слова. Фанаты Дом-2 очередной раз увидели, насколько неуважительно Рома относится к своей возлюбленной. Кстати, стало известно, зачем на самом деле Марина отправилась с мамой в Дубаи за уколами красоты от гражданского мужа, бывшей жены, бывшего жениха Андрея Чуева. В перископе Татьяна Владимировна продемонстрировала свое лицо в синяках и рассказала, что ей неделю нельзя пить алкоголь и выходить на солнце. Через неделю она отправится в клинику за еще одной порцией уколов. Спустя несколько недель после ухода с телепроекта, бывшая участница Ольга Рапунцель продолжает раскрывать тайны, связанные с реалити-шоу. Конечно же, девушка не может рассказывать конфиденциальную информацию о неразглашении которой подписывала документ. Однако некоторые факты, которые, по мнению Оли, не столь значимы, она с удовольствием рассказывает подписчикам. Сегодня наша героиня опубликовала в социальной сети очередной пост, в котором рассказала про героев Дом-2. По словам Оли, в периметре у каждого есть строго отведенная роль, которую участник должен выполнять. Так вышло, что Ольге Дмитрию выпала доля быть изгоями, которых постоянно выставляют на посмешище. В итоге, чтобы не унижаться еще больше, парочке пришлось покинуть проект по собственному желанию, ведь никто не знает, до чего могла дойти фантазия организаторов. Несколько дней назад стало известно о том, что конкурс «Любовь года» выиграли Никита Кузнецов и Дарина Маркина. Многие бывшие участники поддержали этого парня, зная его заслуги перед телепроектом за долгие годы участия в нем. Как выяснилось, победу по большому счету завоевал Никита Кузнецов, а не его возлюбленная. Все дело в том, что Дарина всегда была просто прицепом, который плелся за популярным мужчиной. Сейчас, когда конкурс уже позади и ключи от квартиры практически в кармане, Никита начал потихоньку сливать Дарину. Молодой человек хочет, чтобы Маркина сама его бросила, при этом вспоминает ей давние проблемы, о которых девушка уже давно позабыла. Фанаты телепроекта уверены, что такой гениальный манипулятор, как Никита, вмиг одурачит Дарину и оставит ее без квартиры. На сегодня это все новости Дома-2. Смотрите предыдущие интересные видео на моем канале, ставьте лайк и оставляйте комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok